Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Почитал на сайте Российского фонда мира, что Ивановское областное отделение при поддержке правления Российской Федерации проводит акцию «Зет своих не бросая». Так ли это? А вы кто? Меня зовут Шевцов Виктор Герасимович. Так. Вы как частное лицо звоните? Да, как физическое лицо. Хотел проверить эту информацию. Действительно ли было такое? Я тоже хочу передать кое-что. А что бы вы хотели передать? Вот мы сейчас как раз будем передавать очередную помощь. Я хочу... Десантникам. А каким десантникам? Через десантников. Через союз десантников, которые будут доставлять на Украину нашим бойцам. Ага. Через союз десантникам. Скажите, Фонд Мира почему поддерживает агрессию против Украины? Вот как. Почему агрессию? Мы поддерживаем не агрессию, мы поддерживаем борьбу. Борьбу с кем? Против фашизма и нацизма. А каким образом там фашизм и нацизм проявляются? Так, ну это долгая дискуссия. Если вы этого не понимаете, то о чем нам с вами говорить? Так правда не понимаю. Хотел бы помочь десантникам, но не понимаю. Где фашизм в Украине и нацизм? Как он проявляется? А Донбасс? А отношение к русским? А отношение к нашим солдатам? Ну понятно, что солдаты русские напали, поэтому стоит от них защищаться. А что с Донбассом не так? Что с Донбассом не так? Так, давайте тогда я прекращаю этот разговор, раз вы не в курсе, что с Донбассом не так. Нет, подождите, женщина милая, я же не хочу вас обидеть. Мне же нужно разобраться. Просто с одной стороны мы видим, что Россия напала на Украину. Вы из какого города? Я из Москвы. Россия напала на Украину? Ну да, но это же факт. А Донбасс и Луганск... Россия защищает русских на Донбассе, начнем с этого, которых 8 лет уничтожают, 9 год их уничтожают. То есть вы категорически плохо относитесь к уничтожению мирного населения, правильно? Естественно. Так в Киеве сейчас Мариуполе уничтожают мирное население? Ну в Киеве, допустим, нет. И у нас, наши войска не уничтожают мирное население, а дают им возможность выйти, уехать. Бомбят. Недавно в Одессе погибла женщина с трехмесячным ребенком. Вот из-за российских бомбежек. Ну а вы подробности читали? Или вы только поверхностную информацию? Скажите, пожалуйста, какие подробности? Вы извините, мне вот сейчас некогда, у меня сейчас приезжают десантники, мне надо все приготовить. Но вообще я вам советую просто глубже вникать в информацию, которую вы читаете. Так я и проверяю с помощью вас, каким образом Российский фонд мира помогает сохранить мир между братскими народами. Просто мы помогаем агрессии. Вот как. Ну а как это понимать? Нет, мы помогаем не агрессии. Хорошо. А если российские десантники освободят Украину, тогда мир наступит? Если российские десантники освободят Украину, то решать судьбу Украины будет прежде всего сам украинский народ, которому наконец дадут право и их услышат, право их голоса. Потому что народу там слова не дают. Вы думаете, народ там за этих оголтелых Зеленских, Порошенко и прочих? А вы сами были в Украине? У вас есть родственники там? Что они говорят по поводу выборов? По-моему, там никто не заставлял Зеленского выбирать, никто не принуждал. Правильно. Так. Но сейчас все говорят, что ошиблись. И здорово ошиблись. Потому что он обещал, он был выбран на волне, что он принесет мир в Украину, что он подпишет соглашения в Минске. Он подписал их, он принес мир на Украину. Он продолжил еще больше бомбить Донбасс и уничтожать людей, русских на Донбассе. Закрывает средства массовой информации на русском языке. Запрещает говорить на русском языке. Убрал русский язык из официального общения. О чем еще мы можем с вами говорить, когда там самый настоящий геноцид русских? Так а Мариуполь был русским городом, почему его разбомбили русские? Русскоязычные вернее. Вы знаете, вы такие наивные вопросы задаете. Я чувствую, что вы вообще не хотите вникать в ситуацию. Не-не, я хочу-хочу. Русский фонд мира, мы сдаем туда взносы. Вы сдаете взносы в фонд мира? Да. Когда вы сдавали? А что, мы разве не сдаем постоянно, каждый год? Нет, я не знаю. Ну, в Москве сдаю. А куда вы сдаете? Прихожу, пожертвования сдаю. Перечисляю через банк, через карточку. Поэтому хотелось бы... У нас нет таких сборов. Странно, куда вы сдаете. А как вы живете за счет счет? Вы извините, я вам должна вот сейчас отчитаться. Ну, вы же общественная организация, вы же работаете для нас, для граждан. Мы живем за счет пожертвований, но за счет пожертвований, которые разделяют с нами. Так я разделяю мир, а не войну. Понимаете, я заплатил деньги, пожертвовал фонду мира. А смотрю, что Мариуполь русскоязычный, русскоязычное население бомбят. Пока на Донбасс не пришли российские военные, там никто никого не угнетал. Вот как. Ну. И дети не погибали, и население не гибло, и могил там бесчетное количество нет. А что вы говорите? Какие могилы вы там были? Какие дети? Кто убивал детей? Я там не был. Я могу вам прямо сказать. Я там не был. Сколько сейчас в Мариуполе погибло людей, а сколько в Донецке за 8 лет погибло? Скажите мне. И кто их убил? Это что, такой ценой нам надо освобождать Украину? За это мы деньги платим. Российскому фонду мира. Жертву, вернее. Я не знаю, кому вы жертвуете. Я не знаю, кому жертвуете. Поэтому непонятно. Вы видели, что в Бучино делали десантники российские? Насиловали и детей, и женщин. Вы в Мариуполе говорите в Буче десантники российские. Вы информацию официальную читали? Вы слышали, что по этому поводу вчера Владимир Владимирович Путин сказал? Что он сказал? Вы вообще читаете? Вы слушаете? Я читаю и слушаю. Так я же и Путина читаю, и у Зеленского смотрю. У нас есть кадры непривержимые геноцида украинского населения. Вот так. Извините, все. Нет, девушка, подождите. Подождите, девушка. И вот однажды мы приезжаем в одно место. Смотрю, захоронение. Захоронение, захоронение. Подходим. Начинаем читать. И понимаем, что это немецкое захоронение. Читаем дальше. И понимаем, что тут захоронено много мальчишек. И понимаем, что это Гитлер-Югент. Мальчишек от 11 до 15 примерно лет. Мы, честно говоря, остановились. И в неожиданности немцы нас не предупредили об этом. Может быть, хотели нашу реакцию видеть. Может быть, хотели, чтобы все это вживую прошло. Я подошла к нашим ветеранам и говорю, знаете, вот как вы скажете, так и будет. Ну, ветераны отошли. И посвящались между собой. А потом подходит ко мне бывший директор из Кенишемской школы Переверзев. И говорит, Галина Тимофеевна, вот мы тут поговорили и думаем, что ж мы взрослые мужики и бабы. 50 лет спустя будем счеты с мальчишками сводить. Возлагаем. Да, действительно, война окончена. И вот дальше-то он вообще сказал такую потрясающую фразу, которую я... Хватит воевать. Надо начинать дружить.